Слушайте, новый ресепшн уже появляет. Нам при жеселении предложили заплатить little money, чтобы вместо land view, то есть вместо номера с видом на землю, у нас был какой-то другой, более красивый вид. Но мы отказались, потому что зачем нам это надо? Мы видим море довольно-таки часто. Большой-большой отель, на самом деле, просто гигантский. И в таких отелях всегда, скажем так, уровень обслуживания такой высот, как мог бы быть, но при этом довольно-таки весело. Поэтому будем сейчас смотреть, как это всё будет происходить. Приехали мы с друзьями, тоже запишу их мнение для вас. Будем в этом сезоне, кстати, я придумала, будем оценивать, соответственно, отели по каким-нибудь, ну, не по каким-нибудь, а по конкретным критериям. Это еда, анимация, территория, чистота и, соответственно, оснащение номера. Так, смотрите, вот такой вот у нас один большой корпус. За ним ещё есть горки, и впереди вот это вот, я не знаю, что это, не знаю, может быть, это корпус, может быть, это какое-то ресторанное какая-то история. А вот здесь вот вилочки. Такой большой отель. Я не знаю, какие нам они ещё могли предложить, скажем так, номера. Неужели у нас номера в другую сторону будет вид? Ну, как бы, в принципе, какая разница? Мои уже убежали на завтрак. Хочется сказать, друзья, что для нас стоимость этого отеля сейчас практически составляет, как полтора раза сходить с семьёй в кафе, но при этом без алкоголя и, ну, просто, скажем так, скромная еда. Здесь же, приезжая в отель, в данный период времени мы получаем, соответственно, сутки в отеле с номером, и даже больше суток, потому что мы приехали в 8 утра, мы уже сейчас идём завтракать, и до следующего вечера мы будем здесь, в этом отеле, плюс спа, соответственно, входит в эту стоимость. И получается, что нам так проводить выходные очень выгодно. Всё время бронирую на Тревелате, потому что там тоже можно рублями оплачивать, а кредиткой картой можно оплачивать, бонусы получать. Это всё мы используем. Ссылку, кстати, я оставлю в описании. На Тревелате можно забронировать отели так и без перелёта, как мы сейчас забронировали наши друзья, так и с перелётом, ну, как обычный турпакет. Ну, кстати, на фотках кажется, что это всё просто в три раза больше, и, конечно, большой вопрос, конечно, самый большой вопрос для этого отеля, как добираться до пляжа, потому что этот отель находится на второй линии. Такое вот оформление довольно классическое для отелей этого региона Авсалара, этого мини-региона Анталии. Вот это вот турецкие вензеля и вот такая вот интересненькая мебель. Но, видите, она интересненькая, но разная. Вот это немножко мешает впечатлению, но в целом ничего. Смотрите, это, возможно, потом заработает. И это у нас кондитерская. Ну что, прямо с корабля на бал, как говорится, поснимаем вам завтрак. Ресторан гигантский. Ну, в принципе, как подстать отелю. Тут нас встречают фрукты. Мушмула, кстати, это сейчас везде растёт, по дворах Турции. И, соответственно, здесь тоже его подают. Так всё весело, бодренько. Булочки. Меня всегда интересует запах в ресторане. И здесь всё хорошо пахнет. Не пахнет никакой кислятиной. Всё нормально в этом вопросе. Всякие хрустики. Грибочки-сосисочки. Овсянка. Почему-то с кукурузными хлопьями ещё добавлены. Картошка. Возьмешь? Хрустики. Хрустики? Ну ладно. Так, а я думала, где же здесь колбаска всякая разная? Сыры и прочая турецкая радость. Так, вот он. А где? Надеюсь, меня слышно. Ну, прямо наложено слепой, как говорится. Прямо не скупятся они на Тахиновую холлу. Я уже тоже переодела купальник. А здесь, кстати, 800 рублей. 47 номеров. Довольно-таки много. Номера в трёх видах представлены. В трёх разновидностях. И вот здесь, я так понимаю, какой-то снэк-бар. Не знаю, что там или нет. А, ну ещё вообще бар. У него там, наверное, есть какой-то. Давайте посмотрим. Ну что, в очередь за пивом стоите? Нет, за Кока-Колой. За Кока-Колой? Да. Не врите, пожалуйста. Мы за Ираном. Особенности таких отелей всё-таки в постоянном наличии таких мини-очередей везде. Здесь бургер можно собрать. Так, это у нас снэк-бар. Здесь салатная штучка. Салатный уголок. Рыба. Скумбрия. Судя по всему. Танец и тарушка. Ммм. Ммм. Как медитативно тут все наблюдают за приготовлением гёслиме. Так. Мальчики, пиво, пожалуйста. Очень красиво стоишь. За цен. На свет посмотри. Ммм. 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 Вид открывается, мы, напомню, ничего не доплачивали, море не видно, но вид открывается на соседние отели, поэтому, в принципе, нормально. Здесь пуфик, Дима говорит, что здесь можно сделать целый коворкинг, и вот этот телевизор, он небольшой, и поэтому... Так, ну что у нас здесь еще, давайте заглянем в мини-бар, может быть, там будет какое-то удивление у нас. О, это Балтика наша, Балтика наша и две минералки, не вода. Вот, что еще? Еще у нас есть туалет, довольно-таки, как бы, все прилично чисто, но не скажу, что прям свежий ремонт, видите, такие есть нюансики здесь. Как бы, когда-то все это было очень даже ничего, сейчас просто немножко поистрепалось. Видно, что реновацию, скажем так, делали не вчера, это точно. Вот, я думаю, что это мы все обстановки, наверное, года три. Вот, то есть здесь тоже все довольно-таки чисто, никакой плесени не замечено, но просто не совсем современно. И хочется отметить, что ничего, кроме вот этого мыла в фотосаторе, нету. Ни зубной щетки, ничего вообще абсолютно нет. Поэтому все нужно нести с собой или уточнять на ресепшене, если какие-то наборы гигиенические для вас. Туалетной бумаги зато очень много. Так, ребята, такие огромные просто боди с салатом. Даже есть, смотрите, салат с тунцом, я, наверное, его возьму. Огромные просто... Огромные бодиа кукурузы. Такой салат с олевками, прикольно. Там вот, что тут у нас, пенторонные. Кукурузка. Кукурузки из индейки. Как это интересно. Тебе понравится кукурузка из индейки. Пила. Баклажаны с фаршем. Так, куриные к рыбушке. Картошка запеченная. Это что такое? Это пирожки с картошкой. Рыбка. Припущенная. Парыжки. Парень. 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 Рыбка. Здесь оленье турецкие, оливские. Рыбка. Гарен, чекарен. Гаррен. Кукурузки. Глазки. Сыр. Анчосы. Чикехте. вот это вкусно, со шпинатом и йогуртом штунец, курица и даже мидия, ребятки так, здесь у нас тоже повтор, но это все вкусные блюда, сацука да, то есть можно там в очереди не стоять, а вот здесь вот все то же самое есть и кто об этом не знает так, это диет стол курочка, макарошки, овощи а это дыня, яблоки, тоже яблоки бананчики и сладости, ребята, сладости турецкие с одной стороны даже вкусненькие выглядят на самом-то деле так, смотрите, какие мы салатики себе организовали просто с мидиями, с видом на бассейн с рыбкой это не чуп, а это левреком как рыбка? вкусная рыба рыба вкусная, вот Дима тоже мизешный такой столик красота вообще, я считаю друзья, спасибо вам за просмотр этого видео увидимся на канале Мама на море в следующих сериях не переключайтесь, потому что впереди у нас еще два обзора отеля которые я в ближайшее время поеду один будет в Кемере, другой будет отель у нас в Сиде и еще мы едем в Египет с Настей и тоже там будет обзор нового классного большого отеля поэтому будет много интересного и подписывайтесь и конечно же ставьте уведомления о новых сериях на моем канале пока-пока друзья, мы решили выдвинуться на пляжик здесь у нас такая зона ожидания здесь маленький детский басенчик ну друзья, у нас сейчас второй день отдыха хочу подвести небольшие итоги